Здравствуйте, дорогие наши кандидаты, дорогие избиратели, члены жюри. Мы с вами начинаем самый завершающий, последний, самый ответственный для ребят этап выборов. И у меня есть инсайдерская информация о том, что все кандидаты очень переживают. Поэтому я предлагаю поддержать буквально каждого. Попробуем в таком формате. Значит, кандидат номер один Настя, кандидат номер два Даша, Макар, номер четыре Миша, Нелли номер пять, Хасан номер шесть и Илья номер семь. Будем работать в таком формате. Я говорю на, вы говорите стя. На. Ся. Очень как-то не поддерживайте. Еще раз. На. Ся. Да. Ся. Еще раз. Да. Ша. Ма. Ха. Еще раз. Ма. Ха. Ми. Ша. Еще раз. Ми. Ша. Нелли. Нелли. Ха. Ша. Ха. Ша. И. Я. И. Я. Все. Все. Одинство. Зарядились. Ну и теперь. Я думаю, что стоит начать наши дебаты. Объясняем правила. И для кандидатов. Они уже с ними знакомы. Ну и для наших избирателей. Итак. Дебаты будут проходить три тура. Первый тур. Это самопрезентация плюс краткая программа. Каждому кандидату дается одна минута. Они выходят за трибуну. И в краткой форме, укладываясь в одну минуту, рассказывают, представляют свою программу и сами себя. После этого начинается второй тур. Ребятам были предложены три вопроса, на которые они должны были заранее подготовиться. И также каждый по очереди в течение уже трех минут дать на них ответы. Это интересно, потому что вопросы будут носить и как общий характер, так и школьный. И там вы действительно сможете буквально прочувствовать каждого. Это небольшой секрет, когда дойдем до второго тура. И третий тур непосредственной дискуссии. Здесь уже тайминг будет длиться таким образом. Мы даем слово представителю от каждого класса, который находится в зале. Представитель класса задает один вопрос. Может, какому-то конкретному кандидату. Может быть, всем сразу адресованный. И на уже ответы и непосредственно дискуссии между кандидатами дается сразу пять минут. Соответственно, третий этап у нас будет ситуативный. Если мы будем смотреть, что еще много времени до конца седьмого урока, мы успеем три-четыре вопроса. Если будет уже мало времени, мы будем подходить к пятнадцати-десяти, то мы, соответственно, будем смотреть. Это будет один или два вопроса. Вот таким образом. Предлагаю начать. Выступления всех кандидатов будут по номеру бюллетенев. Итак, передаю слово. Кандидату номер один от седьмого А-класса Елисейнкова Анастасия Андреевна. Меня зовут Елисейнкова Анастасия. Я ученица седьмого А-класса. И сейчас я хочу представить вам себя и свой программ. У меня достаточно необходимых и полезных качеств для важной роли председателя школьного парламента. Я лидер, эрудированная, общительная. Эмпатка, которая умеет слушать людей. Артистичная, готовая взять на себя ответственность. Моя программа содержит три тезиса. Первый — это ремонт определенных кабинетов в школе. Второй — это безопасное потребление воды и пищи. И последний — это внедрение более разнообразной номенклатуры в развлекательной образовательной программ. Помните, что своим голосом вы способны изменить свою жизнь и жизнь каждого из нас в лучшую сторону. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Настя заранее завершает. В общем, исчерпывающе нам все рассказала. Приглашаем кандидата номер два, ученицу 10-го класса, Магомат Хаджиеву Дашу. Приветствую. Добрый день, уважаемые избиратели. Меня зовут Магаджиева Дарья. Я ученица 10-го класса. Сначала я расскажу немного о себе. Во-первых, я очень веселая, доброжелательная, отзывчивая, ответственная. Я всегда люблю делать то, что мне нравится. И всегда добиваюсь в этом успеха. Итак, немного о моей программе. Во-первых, я хотела бы вести доску почетов. Это дает огромную мотивацию для школьников. И я думаю, что на этой доске почета будет висеть очень много наших учеников. Также, что бы я хотела вести, это день с шоколадами, день мармелады, день всяких вкусняшек. Это очень интересно. И будут новые праздники. Это очень классно. Также, что я хотела бы сделать, это создать КВН. Так как это дает умение общаться в обществе, это очень круто. Спасибо за внимание. Сделайте правильный выбор. Прекрасно. Даша уложилась в одну минуту, прям как настоящие кандидаты. Ну, даже прям президенты, можно и так сказать. Более того, хотелось бы отметить, что Дашу привели поддерживать ее и одноклассники, и старшеклассники. Я думаю, что группа поддержки точно так же. Давайте еще раз Дашу поаплодируем. Прекрасно. Следующее слово привелось ученику-кандидату 7-го Б-класса Мазаеву Макару. Я хочу поприветствовать моих уважаемых избирателей, дорогих слушателей. Я Мазаев Макар, ученик 7-го Б-класса. Как и их. У меня есть мечта. У меня есть мечта изменить эту школу к лучшему. Как я уже говорила, эта школа стала для меня большим, чем просто место, где я учусь. Именно я пришел с инициативой о создании школьного парламента. И имея возможность стать председателем школы, я создал программу, с помощью которой школа станет, во-первых, прогрессивной, во-вторых, демократичной и, третьей, развивающейся. Так что давайте, давайте встанем, поднимем нашу голову вверх и сделаем правильный, единственный выбор. Отдадим свой голос за прогрессивность, демократичность и развитие. Спасибо. Встречающее выступление. Обратите внимание, насколько каждый из кандидатов имеет свои фишки, тем не менее, насколько взрослее они смотрятся. И это потрясающе, что вот этот формат у нас появился, и желание и возможность реализовываться появляется у каждого. А я передаю слово нашему кандидату номер 4, ученику 5-го А-класса, Миши Сизову. Здравствуйте. Я Сизов Михаил, ученик 5-го А-класса. И я хочу вам рассказать мою программу. Я ценю людям ум, поэтому моя программа содержит развитие ума и больше узнавать. Первое. Проведение тематических читательских конференций. Этим я мотивирую больше читать. Второе. Создание новых кружков. Этим я мотивирую вас больше узнавать. А третье. Это тематические радиоэфиры. Чтобы поехать в разные новые интересные места. Этим я мотивирую узнавать историю, свое прошлое, а может быть даже и чужое. Но проводить время с пользой. На этом все. Спасибо за ваше внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я еще не-то тоже наложился прям ровно в минуту. Спасибо тебе большое. Наш самый юный кандидат. Миша, тебе получается 10 лет, правильно? Да, мне 10 лет. 10 лет. Представляете, какое политическое будущее ждет Миша, раз у него уже такие прекрасные речи. А мы переходим к кандидату номер 5. Ученица 8-го класса Степана Венели. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем здравствуйте. Меня зовут Нелли, я ученица 8-го Б-класса. Я люблю организованность, английский язык и учиться в целом. Основными тезисами моей компании являются организация различного рода мероприятий, улучшение способов информирования в нашей школе, а также повышение актива и успеваемости ребят. Но теперь самая главная идея. Я хочу вам напомнить то, что вы всегда сможете поделиться своими идеями. Мы всегда найдем время вас выслушать и помочь. Спасибо. Благодарю вас за внимание и голос. Спасибо большое, Нелли. Группа поддержки, что-то вы как-то приумели. Давайте поактивнее будем приветствовать каждого из кандидатов. А мы переходим к кандидату номер 6. Ученику 6-го класса Шангарову Хасану. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем здравствуйте. Меня зовут Хасан Шангаров, и я ученик 6-го А-класса и кандидат на подпредседателя. Итак, сейчас я вам расскажу немного о себе. У меня есть два интереса. Это интерес к спорту и к бизнесу. Итак, давайте чуть-чуть про спорт. Я занимаюсь теннисом, и у меня есть свой разряд. Это разряд любитель. Я участвовал в всероссийских турнирах и занимал не раз первые места. Еще я занимаюсь в бизнес-школе, Kinder MBA, на программе PRO. И я разрабатываю свой бизнес-проект и очень люблю выступать. Ну так, расскажу чуть-чуть про программу. Я выделю только двое из них. Итак, первое. Добавить в наше школьное меню пельмени, попкорн и создать ежедневную традицию фруктовых елок. И создать, и вести клоин-курсы в соцсети. Итак, на этом все. Всем спасибо. И последний наш кандидат под номером 7, Юров Илья. Приглашаю. Здравствуйте. Меня зовут Юров Илья. Я ученик восьмого класса. Знаете, какое ключевое в этой фразе? Ученик. Как и многие из вас, я каждый день прихожу в школу и считаю, что что-то в ней всегда можно улучшить. Так давайте же делиться с этим друг другу. Я хочу слышать вас, и чтобы вы получали ответы на свои просьбы. Я хочу общими усилиями привести нашу школу к чему-то большему и сделать ее лучше. Если вы со мной хоть в чем-то согласны, вы знаете, за кого голосовать. Я спасибо большое. Ребята, вы все большие умнички. Прямо мы очень оперативно справились с первым туром. Кандидаты уже с вами познакомились. Теперь они знают, во-первых, немножечко о вас информацию. Они уже знакомы с программами, потому что к вашим классам они приходили. К 10-му, 11-му классу они были представлены в виде презентации. И мы переходим к второму туру. Заранее всем нашим кандидатам сообщалось 3 вопроса, на которыми они должны были в течение вчерашнего вечера подумать. Озвучу эти вопросы для избирателей, чтобы вы в процессе, пока ребята в течение 3 минут будут освещать ответы на каждый из вопросов, вы заранее смотрели, раскрыл ли кандидат эти вопросы. Вопрос номер 1. Первый день после победы. С чего я начну? Обратите внимание, то есть довольно сложно. Каждый кандидат должен был представить, что он в четверг побеждает. И какой будет его первый шаг в пятницу? Послушаем ответы. Вопрос номер 2. Что вы больше всего цените в людях? Ведь мы очень много говорили о том, что парламент, это прежде всего коммуникация, это прежде всего активный контакт со всеми участниками и с учительским сообществом, сообществом учеников, взаимодействие между собой. И только в процессе этой синергии будет рождаться и появляться действительно стоящие идеи и проекты. Поэтому каждый из ребят раскроет те качества, которые он считает для себя важными. И вопрос номер 3. За что вы любите свою школу? Вопрос действительно очень важный, потому что те ребята, которые уже находятся в парламенте, от своих классов, это те ребята, которые на самом деле любят свою школу. Они, тратя много времени на подготовку, решили для себя, что они будут заниматься ее улучшением. И раз такой формат появился, и ребята выразили свое желание поучаствовать, это точно те люди, которые свою школу любят. Ну а теперь мы послушаем, за что именно. Точно так же мы будем работать в формате каждого кандидата. Приглашаем Настю Елисинько. Снова здравствуйте. Сразу хочу перейти к ответам на вопросы. Первый вопрос. В мой первый день после победы я хочу помимо более близкого знакомства со всеми, со всеми теми, кто есть в парламенте, с всеми вами. Я хочу сразу перейти к исполнению своих обязанностей, которые прописаны в положении о школьном парламенте. То есть, если можно поконкретнее, формулирование отделов парламента их контролем, координации работы советских классов, осуществлению и планирование деятельности школьного парламента и обеспечиванию исполнения решений, принятых школьным парламентом. В конце три месяца обязательно будут отчеты педагогическому составу, проделанные парламентом в работе. Переходим к второму вопросу. В людях я ценю эрудированность, неравнодушие, верность, верность своему делу и себе, ответственность и честность, а также общительность и умение работать в команде и чувствовать командный дух. Последний вопрос. Я люблю ЛЭШ за шанс получить действительно высокое и качественное образование, раскрыться как личность, обрести множество необходимых и полезных социумных навыков. Также за уникальность нашей школы и действительно особую атмосферу, которую создали судоруководство школы, технический состав и, конечно, те, кто в ней обучаются. Все. Все. Спасибо. Внимание. Смешно, Настя, как и в первом туре, обратите внимание лаконично, все по делу и даже заранее. Это очень хорошо. Переходим к кандидату номер 2, Даша Макрамат-Хаджи, ученица 10 класса. Итак, первый день после победы, с чего я начну? Ну, во-первых, начну активно трудиться. Сначала я соберу всех, весь парламент и познакомлюсь, так как очень плохо знаю ребят. Во-вторых, мы поставим какие-то планы и задачи на ближайшее время, которые нужно осуществить. Также в дальнейшем разделим парламент на отделы. Также, что можно сделать в самое ближайшее время, это футбол, который стоит на третьем этаже, починить. Туда купить мяч, это сделано в самое короткое в ближайшее время. Этим ребята смогут заниматься и играть в него на переменах. Итак, следующий вопрос. Что я больше всего ценю в людях? Я ценю честность, верность, доброту, вежность, трудолюбие, потому что я считаю, что это очень важные качества в людях. Я считаю, именно такими качествами обладают ученики нашей школы. И, наверное, я считаю, что именно с помощью этих качеств мы сможем добиться самых высоких вершин. И я считаю, у нас это получится. За что я люблю свою школу? Я люблю свою школу прежде всего, потому что в ней работают самые мудрые, опытные и добрые, и преданные своему делу учителя, которые всегда помогут, всегда подскажут в трудную минуту. Никогда не бросят, и к ним всегда можно обратиться за помощью, даже вне школьного вопроса. Я люблю свою школу, потому что у меня есть самые добрые одноклассники, которых я очень люблю. Они всегда меня поддерживают, и я это очень ценю, потому что это очень важно, когда одноклассники поддерживают в каком-то деле. Спасибо за внимание. Ваши спасибо большое. Ребята, обратите внимание, мне бы очень хотелось, чтобы все, кто находится сейчас в зале, и пятиклассники, и семиклассники, и шестиклассники, и даже 10-11 класс, да-да-да, обязательно попробовали на себя принять ту роль, которую сейчас играют ребята. Ведь это же на самом-то деле очень большая работа. Выступить с коротким спичем, так еще и на время. Порой, я даже обращаю внимание многим ребятам на уроках, когда дается слово по маленькому вопросу, достаточно буквально двух-трех предложений, и уже сразу начинается, да, соответственно, виляние, там, или как-то тяжелое. А здесь ребята 2-3 минуты монологом рассказывают свои программы, поэтому у них уже есть чему научиться. А мы приглашаем кандидата номер 3, ученику 7-го класса, Мазаев Макаров. С чего я начну? Отменю домашнее задание. Отменю школьную форму. Естественно, нет. Как мне кажется, сначала надо хотя бы ближе ознакомиться с депутатами нашего школьного парламента. Уже я и так со многими знаком. Но, как мне кажется, стоит узнать их немного ближе. Естественно, будет создан план, по которому будет следовать школьный парламент, который будет создан из тезисов наших предвыборных программ и предвыборных обещаний. Так что, за работу. Второй вопрос. Что я ценю больше всего в людях? Мне кажется, здесь много качеств, который бы я очень сильно дорожил в людях, но я бы выделил честность. Это качество присуще немногим людям, может быть, даже и хорошим, но немногим. Второе. Преданность. Преданность к делу, преданность к людям, которые даже в трудную минуту никогда не бросят тебя. и третье качество. Это стремление стать лучше. Это когда человек может провести не просто какую-то физическую работу, а работу над собой. Третье. За что я люблю свою школу? Как я и сказал, я очень ценю в людях то, что они могут находить какие-то свои недочеты и пытаться исправить их. То есть стремление к лучшему. И, как мне кажется, наша школа способна на это. Не то, что способна, она и так это делает. Наши учителя всегда могут помочь нам в трудную минуту. Может быть, когда у нас что-то не получается, они не выходят, не поворачиваются к нам спиной, они пытаются протянуть к нам руку. Естественно, наши прекрасные ученики, которые очень дружелюбные, очень веселые. И я хочу сказать спасибо. Спасибо этой школе, что я здесь учусь. Макар, спасибо большое. Ульга Анатольевна, я хочу обратить внимание в наших рядах, какие есть философы. То есть это действительно дорогого стоит. А мы переходим к кандидату номер 4, Миша Сизов. Еще раз здравствуйте. И первый вопрос сразу же. С чего я начну после победы? Представляю, четверг и далее пятница. И скоро будут каникулы. И я начну реализовывать свой план. С соцопросом после каникул, чтобы узнать, кто куда ездил, и далее приглашать тех на радио и силы. Значит, скоро уже будет май, весна. И в общем-то, если смотреть объективно, то до читательских конференций, про которые я говорила ранее, осталось недалеко. И поэтому я освещу тему этой читательской конференции. Еще я познакомлюсь с членами парламента, поскольку я только дебютирую. По факту у меня только начало средней школы. Второй вопрос. Что я больше всего ценю в людях? Я больше всего ценю в людях то, что они честные, трудолюбивые, добрые, веселые, не обидчивые. Еще то, что никогда не сворачиваются со своего пути, то есть целеустремленные. И далее. Почему я люблю свою школу? Я люблю свою школу из-за того, что у нас прекрасные учителя, прекрасная администрация создала, по-моему, лучшие условия. Из тех школ, в которых я учился. У нас все учителя эрудированы. Администрация тоже замечательная. Нас обучают настоящему. Нас обучают для будущего. Нас готовят к настоящей людской жизни. И то есть нас никогда тут не бросят. Поэтому я считаю, что эта школа самая лучшая. И никогда я ее не брошу. Спасибо за понимание. Мне кажется, ради этого короткого спича уже нужно было устраивать парламент. Вот исключительно для того, чтобы послушать это прекрасное выступление. Мишенька, спасибо тебе большое. А ну приглашаем кандидата номер пять. Степанова Моргий. Еще раз всем здравствуйте. Итак, первый вопрос. Первое, с чего я начну, это поблагодарю всех тех, кто поддержал меня и проголосовал. Я считаю, это очень важно. Следующее, я могу согласиться со всеми кандидатами, потому что хотелось бы поближе узнать парламент и заняться внутриорганизационными вопросами. Соответственно, сразу же после этого можно приступить к выполнению идей парламента и ваших идей. Следующий вопрос. Что вы больше всего цените в людях? В этом мире огромное количество качеств, но больше всего я ценю и ищу в людях индивидуальность, способность оставить свое мнение, искренность, доброту, храбрость и ответственность. Следующий вопрос. За что вы любите школу? Первое, что я могу сказать о школе, это я люблю ребят, которые мне учатся. Очень интересно, потому что каждый, кто здесь учится, это отдельная личность. И даже проходя по коридору, интересно смотреть. Следующее, я могу поблагодарить школу за мотивацию, за информацию, за возможности, которые она нам дает. И последнее, самое главное, несмотря на то, что мы взрослеем, может быть, иногда меняем школы, получаем новые знания, меняются учителя, школа все равно остается для нас одним и тем же. она все равно остается внутри. И даже когда мы вырастем, это будут прекрасные воспоминания. Все. Спасибо. Спасибо большое. Прекрасное выступление. Вообще, вот я бы хотел поделиться своим наблюдением за вот эти две недели, как ребята ведут избирательную кампанию. Вы не представляете, насколько каждый из них вырос. Личностно, профессионально. То есть, все советы, которые вы ребятам давали, вот он, этот результат. И, ребятки, каждый из вас вообще молодцы. Идем дальше. Кандидат номер 6 от 6-го класса Чингарев Хасан. Итак, еще раз всем здравствуйте. Ну, и сразу непосредственно перейдем к вопросам. Первый вопрос. Что я буду делать сразу же в первый день после победы? Если избиратели школы окажут мне доверие и ожидают и отдадут свои голоса, я прежде всего их поблагодарю. А также я поблагодарю свою команду, которая помогала, поддерживала и верила. Спасибо моему дорогому 6-му А. После этого я выражу огромную благодарность своим коллегам за конкуренцию. Узнав, что я выиграл, я составлю список всех предложений, символизирую их и вместе с каждым участником парламента начну предварять жизнь. Ведь парламент это прежде всего коллективный орган, где идеи каждого имеют право воплотиться. Итак, идем ко второму вопросу. Что я больше всего ценую в людях? Это воспитание и командная работа. Весь школьный парламент это прежде всего командная работа. Мы должны взаимодействовать с другом, находить общий язык, дружить, общаться, воплощать разные идеи. Но насчет воспитания я хочу рассказать одну небольшую историю. Недавно я был у друга на день рождения. День рождения это очень хороший праздник и главный праздник в своей жизни. И там у него был приятель, который вел себя не очень корректно. Мне было тоже со стороны не очень приятно. но надо со всеми дружить, со всеми поддерживать разговор. Поэтому я советую вам быть культурными, везде, в общественных местах быть воспитанным и говорить на литературном языке. Итак, перейдем к третьему вопросу. Чего я больше всего ценю нашу школу? Я учусь в нашей школе с первого класса и видел все этапы ее развития. Да, в нашей школе есть очень интересные конкурсы. Что это мне по собственному нравится? И хочу выделить некоторые из них. Первое это конкурс часов, ведь там ты можешь выбрать любой рассказ и рассказать. И тем самым это дополнительная мотивация, чтобы ты занял место. Итак, второе это конкурс юных ораторов. И третье это украшение классов. но самое главное, что я оценю в нашей школе это атмосфера и среда. Вот вы заметили то, что сейчас вы все учитесь в удобной атмосфере, в удобных классах, хорошие учителя, учебники, все такое. Итак, на этом всем мои вопросы я рассказала. Всем спасибо. С вами был я. Субтитры и последний наш кандидат Юров Илья. Здравствуйте. Еще раз. Отвечаю на первый вопрос. Что бы я сделал, когда пришел бы в парламент? Чтобы подтвердить свои слова действиям, я спросил знакомых о том, что их не устраивает и что они хотели сделать в школе бы лучше. Кто-то сказал, что хочется уменьшить домашние работы перед контрольными, кто-то что сделать больше свободную форму. Я могу сказать, что после знакомства с парламентом и обсуждения стандартных вопросов кто чем занимается, мы в пятницу сразу же сможем приступить к обсуждению этих вопросов. Что я ценю в людях? Я ценю в людях честность, остроумие и ответственность. Под ответственностью я подразумеваю качество и умение не бросать дело на полпути. И поэтому гарантирую, что пока я буду председателем, парламент доделает абсолютно все дела, не что не будет сделано наполовину. За что я люблю нашу школу? Я скажу честно пришел в школу в пятом классе. В той школе у меня было все не совсем благополучно и это учение здесь стало для меня второй жизнью. Спасибо большое педагогам, которые всегда поддерживают, спасибо большое ученикам, ребятам, и действительно очень приятно общаться и всегда мне дело. Я хотел бы сделать пребывание в школе еще более комфортным и еще более радостным и приятным для всех нас. Спасибо. Спасибо большое. И, ребята, отвергаемые аплодисменты каждому из участников еще раз поздравим с этим. Так что закончим второй тур. А по вактуальности ребят уложиться ровно в шестой урок позволяет нам сейчас делать 10-минутный перерыв, чтобы ребята подготовились к третьему туру и у нас будет весь седьмой урок на то, чтобы задавать вопросы. Таким образом, если мы начинаем ровно в 14-20 целых 40 минут получается будет задано 8 вопросов. 5 минут перерыв. Все, хорошо, тогда 5 минут перерыв. Участники приводят двух, как говорится, и ровно через 5 минут мы начинаем третий тур. Итак, здравствуйте еще раз уважаемые кандидаты, уважаемые избиратели. Мы приступаем к самому интересному третьему этапу наших дебатов. Еще раз напомню правило. Мы сейчас обращаемся к одному представителю от класса, начиная с 11-го. У вас будет возможность задать либо конкретно к кому-то кандидату вопрос по программе или же какой-то уточняющий, либо ко всем сразу. В этот момент включается тайминг 5 минут на обсуждение этого вопроса. Если вопрос будет завершен и исчерпывающий будет дан ответ заранее, 5 минут прекращаются и задается следующий второй вопрос по убыванию 11, 10, 9 и так далее. Здесь, я думаю, что на этом этапе мы еще раз поприветствуем каждого кандидата, точно так же, как мы с вами начинали в самом начале. Думаю, что схема уже для вас понятна. Они же не были. Точно, здесь же новенькие ребятки. Ну, тогда будем учиться в очень интересном формате. Значит, мы будем представлять каждого кандидата таким образом. Я говорю на, вы говорите стя. Поехали. На стя. Нет, это так не пойдет. Еще раз. На стя. Вот так хорошо. Дальше, кандидат номер два. Да. Я. Кандидат номер три. Ма. Ха. Нет, еще раз. Подустали к седьмому уроку. Ма. Ха. Хорошо. Кандидат номер четыре от пятого класса. Ми. Ха. Ну и что это такое? Еще раз. Ми. Ха. Отлично. Кандидат от восьмого класса. Нэ. И. Умнички. Ха. Са. И последний. И. Я. Хорошо. Ну а теперь можно начинать. Вот теперь поактивнее. Вопрос. Передаю микрофон представителю от одиннадцатого класса. Ваш первый вопрос. Максим. Здравствуйте, ребята. Максим. Вопрос свой я адресую Даша. Собственно, все вы познакомились ранее с программами участников. Даша, вопрос по твоей программе. Твоя программа наполнена разными развлекательными ивентами. Большая часть программы составляют эти самые развлекательные ивенты. Но это только одна из сфер школьной жизни. В школе мы еще там, в общем-то, проводим досуг, перемены, учимся, основное учимся, да? Вот, собственно. Есть ли это? Думала ли ты об этом? Как ты будучи уже председателем парламента, будешь, соответственно, организовывать ребят для решения и продвижения этих сфер? Спасибо. Спасибо большое, Максим, за вопрос. Включается тайминг. Я передаю слово Даше для ответа на вопрос. Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Да, действительно, в моей программе очень много развлекательных, классных, прикольных всяких программ. Например, это как День шоколада, КВН. Но также мы... То есть, я продумала также и общепрозавательные программы. Например, сертификат антидвойков. Этот сертификат будет выдаваться за один триместр, будет выделен несколько на класс, у кого больше всего количество лэшиков, и кто самый активный, не только отличники, но и кто самый активный, будет получать сертификат. В этот сертификат будут... в электронный журнал, также увеличить оценку на один балл, ну, давать неуполнение домашнего задания и иммунитет на один урок. То есть, вас не спрашивают один урок. Но этот сертификат не распространяется на итоговые оценки и на оценки с коэффициентом. И использовать его можно только один раз в семестр. также мы подумали о программе, которая будет организовываться на переменах. И это будет зарешено в ближайшее время. То есть, на этой неделе мы уже решим вопрос с настольным футболом, купим туда мяч, например, их там две штуки, мы можем их разделить на этажи. Это поможет ребятам больше отдыхать на переменах. Также, о чем я подумала, это соревнования спортивные, так как есть очень много ребят, которые занимаются спортом. Также в моем классе очень много мальчиков занимаются спортом. И это можно организовать в самые ближайшие сроки. То есть, у нас есть два месяца продумать всю программу и занимать спортивные мероприятия. То есть, уже самые такие ключевые моменты есть. Но это не все в нашей программе. Еще будет организовано и выполнено очень много идей. Все. Даша, спасибо большое. Я думаю, что раз у нас есть время, еще две с половиной минуты продолжить эту творческую тему. И, возможно, у кандидатов появились вопросы по программам друг друга именно творческим составляющим программы. Есть вопросы друг к другу? А можно у меня вопрос, Даша? Он может быть не точно по творчеству, но, в общем-то, я думаю, что да. Скажите, пожалуйста, Дарья, а как вы будете управлять школьным парламентом удаленно, получается, с корпуса фаршки? Спасибо. Все продумано, то есть здесь будет человек, который будет мне всю секунду отправлять информацию, также здесь будет стоять ящик, возле него будет бумага, ручка, то есть все будет предусмотрено, и это будет пожелание. Я буду очень часто приезжать на Красносельску после уроков проверять этот ящик, то есть с этим вообще никаких проблем не будет, также я общаюсь с учителями из этой школы, то есть все моменты, все предложения и все вопросы будут решаться в самые ближайшие сроки. Спасибо. Хорошо. Так, возможно, уже появились вопросы друг к другу. Даша, может быть, у тебя есть вопрос кому-то из твоих? Да, есть. Хасан. Смотри, ты предложил ввести пельмени. Ты задумывалась о творческой? О творческой? А, хорошо, сертификат. Ты предложил, что сертификаты будут выдаваться только хорошистам и отличникам. Как ты считаешь, это правильно, так как сертификат имеют право все учащиеся в нашей школе? Как ты объяснишь это разделение? Просто вот... Здравствуйте. Здравствуйте. ученики 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 учатся на круглую пять и у кого-то нет возможностей и дополнительных навыков. И как раз с помощью этого ученики будут как бы более стремиться вверх, а не быть на одном и том же месте. Не оттирать, как говорится, старые покрышки. Но тогда у учеников, которые, например, не учатся ни на одни пятерки, не будет какой-то мотивации получить этот сертификат. А если у них будет какая-то мотивация, то они смогут учиться на одни пятерки. Да, если человек... И если он активен, даже пусть будет на тройке чуть-чуть учиться, то ему тоже следует выдать. Он же активно принимает участие в мероприятии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В общем, следующее жюри, как вы считаете, стоит продолжить еще дополнительно пятью минутами этот тур? Или мы перейдем к следующему вопросу? К следующему. Итак, второй вопрос задает ученик десятого класса. Всем здравствуйте, меня зовут Ванес. Я хотел бы задать вопрос от имени десятого класса. И этот вопрос посвящается Шингару Хасану. Ну, сейчас, что я не знаю, что я не знаю, Не посвящается. Посвящается. Вопрос адресуется. Шингару Хасану. А, адресуется. Я скажу. Чем материерен ваше желание отделить девочек от мальчиков на уроках труда? Почему вы именно так захотели это сделать? Время. Спасибо, АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, да, спасибо за вопрос. Итак, почему я хотела бы разделить мальчиков и девочек? Потому что, если мы вернемся в годы СССР, то там так и было. У мальчиков называлось это труд, а у девочек технология. Итак, что из себя будет представлять как раз это вот условие? Мальчики могут заниматься деревообработкой. Что это значит? Могут, будут мастерить какие-нибудь стулья и будут учиться как раз делать свое рукоприкладство. А девочки будут учиться шитью, вязанию и так далее. Получается, девочки будут делать, к примеру, шить свои игрушки, вязать шарфы, сумочки и так далее. Еще бы меня к тебе вопрос. Да. Ты сказала, что если приносим в год СССР, да, так было. Но зачем возвращаться в прошлое сейчас? Ведь мы сейчас по сути в парламенте, мы будем стараться продвигать нашу школу к лучшему, используя инновации. Зачем возвращать то, что было и то, что уже утратило свою актуальность и нужность в обществе? Итак, да, еще раз. Спасибо за вопрос. Итак, да, у нас инновации, 21 век, разные технологии и как бы роботы уже за нас что-то делают. но представьте в тот момент, вы попали какой-нибудь в лесу и вам нужно добыть, сделать хижину и так далее. И как раз вот с помощью этого вы будете учиться мастерить и так далее. У вас уже будут какие-то навыки, мастерства, чтобы выжить. А если в команде парней не будет? Девочки, подожди, ты сказал. С классом. С классом, да. Ну, тогда вопрос снят, просто видимо не... Если мы окажемся в лесу и нам будет сделать палатку, нам понадобится труд и не важно, что у нас не будет парней, девушки, у которых никогда это не было, они это сделают. Да, мы как раз будем поднимать этот вопрос на нашем школьном председании. То есть, возможно, мы поднимем вопрос, что девочки, если хотят, то могут посещать уроки труда вместо урока технологии. Можно уточнить, это предложение именно твоя идея или ты опрашивал еще ребят из твоего класса, просто со школы? Возможно, тебе кто-то посоветовал? Что ты... Итак, да, эта идея ко мне пришла при общении с ребятами, я спрашивал идею у ребят и потом как раз дома, как сэнцентрировано, я решал эту идею и пытался добавить, как раз дополнительно сформулировать эту идею. Хасан, смотри, вот у нас получается, не повезло человеку, ну не поступил он, и его забрали в арку, но пуговицу он должен уметь пришить, а не пуговицу. так и мальчики смогут посещать уроки трудов, так и мальчики смогут посещать уроки технологии. Те, кому сложно удаются уроки труда. Понял. хасан, у меня возник еще один вопрос, то есть, я понимаю, будет разделено на два предмета, технологии и труд, но, во-первых, кто будет вести, созданы ли условия для того, чтобы проводить те же уроки труда, потому что, смотри, согласись, что для той же деревообработки нужны определенные инструменты. То есть, займемся ли... Итак, да, это вот, как раз эти нюансы мы будем обсуждать на школьном председании, потому что это решение еще не очень точное. Мы его будем поднимать, эти вопросы, на школьном парламенте и обсуждать. А зачем тогда разделять на девочек и мальчиков, если ты сам сказал, что это не делать могут все вместе? Тогда в чем смысл разделения уроков? Ну вот смотри, вот, к примеру, технология это общий урок. Получается, мы там занимаемся, мы делаем там разные подделки, шьем, делаем свои игрушки. А тут мы еще... А тут для мальчиков мы сможем сделать ту работу, которую они смогут, точнее, заниматься какой-то... Это вообще? Ну что, по гробу, микроволок? Итак, вот, и как бы некоторые мальчики не очень умеют шить и у них это не очень получается. И у них выходят неудовлетворительные оценки, точнее, тройки. И вот с помощью этого мы сделаем специально уроки труда, те мальчики, у которых будут возможности заниматься другим делом и... все, Хасан, спасибо большое. Судя по всему, все читали только одну программу. Так, ну что, передаю вопрос следующему классу, получается, по старшинству это восьмой. Восьмой класс. А девятый, я что-то пролюбил. А девятый вопрос, девятый класс, есть вопросы? Мне не передавали. Девятый класс, нет? Нет, тогда восьмой, все правильно, все правильно. Хорошо, тогда у меня вопрос к Нелли, такой маленький. Помимо вот того, что ты будешь бояться, что ты будешь создавать кучу разных интересных мероприятий и так далее, ты будешь также уделять внимание например, какими-то вещами, например, у нас во многих кабинетах очень, вот в 404-м старые стулья их на должное напоминать. Ты будешь уделять внимание этим вопросом? Да, я считаю... Да, я считаю это очень важно. Тем более, вы всегда сможете поделиться своими идеями в ящике для парламента. Если это вас волнует, то моя обязанность как председателя парламента что-то с этим сделать. Поэтому да, обязательно. Спасибо большое за вопрос. Да. Я. Да, да, да. Да. Каким образом будет проходить опрос или как будет выглядеть контакт с учениками? В каком именно смысле? Именно про идею с коробкой или как? Коробка. Коробка. Соответственно, есть идея установить определенную коробку на первом этаже. Соответственно, также есть план написать в ней инструкцию и определенные вещи. Например, один из наших учеников будет писать свою идею. Мы будем просить его также писать свой номер телефона или любой контакт, чтобы мы смогли связаться с этим учеником. Потом я могу с ним встретиться или кто-то из ребят в парламенте и вместе обсудить, понять, какая именно идея у этого ученика и сможем ли мы с ней как-то проработать. И также напоминаю, что все идеи будут просматриваться и опираться прямо в самое лучшее. Спасибо. Все? Недя, смотри, вот, а если кто-то не хочет этого ремонта, считает, что там и так все удобно, и так все хорошо, а тут какой-то ремонт начинают стевать и лишают их старого, уютного, привычного им кабинета. Я думаю, что в таком случае ребята могут спросить совету своего классного преподавателя или также договориться сами. Или опять-таки тоже смогут прийти в парламент и попросить совета. Я думаю, это будет их общее решение, а мы постараемся им помочь. Дайте еще вопрос. У меня такой небольшой вопрос. Я же правильно понимаю, что ящик, он будет не маленьких размеров, но что если заявок будет слишком много? Я же правильно понимаю, что будут ящики выстраиваться еще на дополнительных этажах, чтобы кто угодно мог прийти на какой угодно этаж и кинуть туда свое заявление или бумажку. Вполне возможно, что мы можем поставить и на других этажах, но изначально предлагаю поставить на первом. Тем более все проходят через этот этаж и это будет такой специальный уголок. Логично, спасибо. Спасибо за вопрос. Я хотела задать вопрос, если у нас осталось время. Итак, если вот я возьмем насчет ремонта класса, кто-нибудь из ребят, несколько ребят написали вопрос про ремонт, то как вы будете делать? Проводить опрос в классе или приходить сам в класс? Думаю, мы изначально узнали, из какого класса эти ребята, подойдем к классному руководителю, тоже обсудим с ним эту тему и тогда уже сможем продолжить решать вопрос. Также поговорим с парламентом, с ребятами, объясним, спросим у них, что им нужно, что именно они хотят поменять и также важно спросить у самой школы, есть ли у нас финансы для этого и разрешат ли нам это сделать. Все, хорошо, спасибо. Спасибо. Нелли, а вот смотри, если все-таки затеяли ремонт в нашем, допустим, кабинете, то надо как-то решать проблему, куда переходить, куда переезжать на это время, то есть это надо еще понимать, надо это как-то оперативно делать, согласовывать со Светланой Юрентиновной, с Да, соглашусь с тобой, Миша, с Дарьей, с Любовью Андреевной. Да, но это еще зависит от каких масштабов у нас будет ремонт, так как у нас в школе на самом деле достаточно недавно проводился ремонт, как минимум в 401 кабинете, он, я как понимаю, кардинально поменялся, я думаю, что прям таких супер кардинальных изменений мы пока не будем делать без организации школы, но что-то по поводу новой мебели, каких-то там, например, цветов, подоконников, столов, это, думаю, вполне возможно. И еще у меня такое небольшое слово. Можно, пожалуйста, не менять 409-й? Конечно. Там просто будем подходить физика, астрономия, у нас там еще география, поэтому, как говорится, там даже планеты есть. у каждого кандидата уже вырабатывается даже свой стиль ответов, и у Миши это явно, как говорится, не в брэх, а в глаз. Далее мы переходим снова к 8-му классу. В 8-м класс у вас был один общий вопрос или вы разделили? Один общий. Один общий. Все, хорошо. Тогда теперь я зачитаю вопрос от 7-го класса. Елена Сергеевна мне присылала, я его сейчас озвучу. Один из, там несколько было. Вот сейчас я все озвучу, Мишенька. Адресуется. Итак, вопросы очень конкретные по программам каждого, поэтому я думаю, что эту пятиминутку мы потратим именно на разбор конкретных программ. Ребята, смотрите, вопрос будет задан, получается. На некоторые уже давали ответы. Сейчас. У них много вопросов было, да? На многие здесь отвечали. Вот этот вопрос вообще никак не конкретизировался, хотя программ он и есть. вопрос к Макару. Какие акции счастья планируют проводить и как? Кремер пошло. Ну, как я уже говорил, будут проведены разные акции. К примеру, я думаю, что можно согласовать акцию, чтобы на неделю была снижена стоимость в нашем школьном кафе, чтобы можно было хотя бы один или два раза в семестр устроить так называемую пятницу без домашек. как раз и в принципе я это освещала при любых речах. Естественно, такие вопросы, какие именно акции также будут обсуждаться на заседаниях школьного парламента, естественно, согласовываться вместе с нашими учениками и школьной администрацией. Так что, как я и говорю, если у кого-то есть свои предложения и идеи, вы можете обратитесь, мы можем это обсудить. Макар. Вот вопрос. А вот в пятницу чем она хуже или лучше каких-нибудь остальных дней недели? Особенно, когда на носу в неделе какая-нибудь контрольная. То есть, это не вариант перед контрольной не задавать. А то, как говорится, дети просто потеряют то, что у них контрольная и даже не заглянут в учебник, чтобы сделать даже определенный элементарный один-два номера. Ну, это просто вот так. И скидки в столовой по поводу этого. То есть, оно работает как? Да, допустим, скидка, но это с самой столовой надо согласовать как-то. Они что же это за деньги закупают, которые берут из бюджета школы. Они столовые это вообще часть бюджета школы. И это довольно а вот скидки это правда. Это довольно тут трудно реализовать будет, я думаю. Вот как ты вероятно реализуешь это? Хорошо, Миша, я отвечу на все твои три вопроса. На самом деле, Миша задал хорошие вопросы по поводу контрольных работ. Помню, когда выступал в восьмом, не помню, А или Б классе, как раз был задан такой вопрос, и я ответила, что естественно, доконтрольно задается домашнее задание не просто так, чтобы повторить и написать на результат отлично. Как я и сказал, это будет согласовываться с учениками и школьной администрацией, чтобы было выгодно и ученикам, и учителям. Второй вопрос, касаемо школьной столовой. Опять же, таки повторяюсь, мы будем это согласовывать вместе с столовой, вместе с школьной администрацией, и реализуемо, ну, как я и говорил, я стал замечать за наши школы, то, что школа идет на компромиссы, и вот мне кажется, мы можем найти компромиссное решение. Если есть какие-то еще вопросы, задавайте. Вот я очень внимательно слушала твою речь, когда ты выступал перед классом. Такой вопрос. Ты озвучил, что ты хочешь ввести скидки 50% в столовой. Как ты вообще понимаешь, что, ну, думал о том, что это повлияет на экономику школы? Конечно, я об этом думал, рассказывать. И неделю, как мне кажется, это не пойдет прям в большой ущерб. Я же не предлагала ввести, к примеру, на месяц. Я понимаю, что это решение спорное, оно противоречивое, но, как я и говорил, в любой ситуации можно найти компромисс. Но каждой неделе 50% скидка это очень большая потеря экономическая. Подожди, на смысле каждую. Ты говорил, что каждую неделю, один раз в неделю будет скидка 50%. Я имела в виду раз в акции, то есть они будут проводиться раз в семестр, триместр. То есть не имеется в виду то, что каждую неделю будут скидки, будут нитки, такие безнамочные задания. То есть раз. Я может конечно не совсем правильно понял вопрос, но как я понял, я ответил. Хорошо, спасибо. Если ты еще вопроса. А это будут именно разовые акции, или ты планируешь например скидки один день в неделю на протяжении всего года, на протяжении весны. Это именно разовые акции? В триместре будет, как мне кажется, эта акция проводится максимум два раза, потому что уже было подмечено, дарили, что это естественно будет влиять на экономику школы, это будет влиять на результаты, и мы будем искать компромиссное решение. Спасибо. Спасибо большое Макар и ребята очень хорошие вопросы друг другу уточняюще задают и ответы очень гамотные у всех, прям умнички. И последнее, у нас остается буквально 6-7 минут, поэтому последний вопрос задают ученики 6-го Б-класса. Маша. Хасан, вопрос обернулся на тебе. Мы бы хотели узнать, все же, как ты собираешься восстановить комнату отдыха? Все же в школе очень... Что? Извините, пожалуйста, но у меня такого в программе не было. Восстановить комнату отдыха у меня не было такого в программе. А он нам это просто говорил со мной. Нет, когда приходил к нам. Там было 8 пунктов, там этого не было. А, ну, 8 пунктов, да, когда в класс приходил к нам. Хасан писал в госпитале. Ну, другой вопрос главный. И к другому кандидату. У вас есть еще речь? Можно? Можно? Вопрос отрисован Нелли. А будут ли какие-то более креативные мероприятия, которые более направлены, именно креатив, искусственные? То есть не как по уму, а как по ну, то есть самой креативности, рисованию и подобное? И если было, то какие примерно? Да, у меня была идея еще в самом начале, когда я хотела баллотироваться. Как вы можете заметить, у нас в столовой висят разные картины, но именно начальной школы. И мне кажется, было бы интересно сделать такую же арт-выставку, только для учеников старших школ. Вполне можно будет еще проводить и конкурсы. Поэтому да, обязательно будут арт-мероприятия. Есть вопросы? А вы получаются вот эти, которые мероприятия, ты про них говоришь, конкурсы не все же из средней и старшей школы, как говорится, умеют хорошо рисовать или, например, ходят на этот кружок, поскольку не хватает правда времени. Ну, нет времени. но могут быть же не только конкурсы по рисованию. Мы сейчас иногда говорим про творчество, а творчество является примерно все, что происходит в нашем мире, даже то, как мы одеваемся, это творчество. Например, можно сделать и танцевальные конкурсы. Например, конкурс чуцов. Это же тоже творчество? творческий конкурс. Мне кажется, не всегда обязательно ходить на кружок. Самое важное быть увлеченным это и правда хотеть что-то сделать. Если тебе это нравится и ты хочешь что-то создавать, то это по-любому уже искусство. По-любому согласен с этим. Я хотела задать тебе тоже вопрос. А вот если мы будем также делать конкурсы для средней школы и старшей школы насчет картин в нашей столовой, то ты думала как-то ее еще продлить или как к примеру сделать еще выставку. После всех уроков ближе уже к полднику собрать некоторое количество участников и продемонстрировать каждому картину. Это интересная идея. Я думаю мы можем такое устраивать в последней дни перед каникулами или как раз в первой. Когда перед каникулами ребята относят в школу свои картины, за каникулы все их вешают, например, можно на четвертом этаже, там практически ничего не висит. Или в столовой разделить на две части, где в одной половине висят картины начальной школы, а в другой старшей. и соответственно после каникул устроить небольшой например час, когда ребята могут сами рассказать про свои картины, чем-то поделиться. И да, и тогда еще одно дополнение. Там будут именно определенные какие-то темы, тематические темы, или будут свободной формы? можно по сути устраивать и то, и то. Поэтому что? Хорошо, спасибо. У меня вопрос возник. Как часто ты предполагаешь проходить эти конкурсы, кружки? То есть может в нашей школе выстроиться определенный упор на какое-то определенное искусство? Как это делать? Было бы на самом деле более интересно не делать упор на какое-то определенное, а развиваться одинаково везде. Насколько часто они будут проходить? На самом деле у учеников старшей и средней школы не так много времени, мы все это понимаем. Минимальное это каждый триместр, как, например, после каникул. Но мне кажется, можно было бы сделать каждые два месяца точно, чтобы у ребят была подготовка и они могли подумать. Ну, а также если у вас свои идеи, вы тоже можете написать. Спасибо за ответ. Да, Миша, Нелли, извини меня за пулеметную очередь этих вопросов, но на четвертом этаже, правда, водятся пятиклассники, а вот мы еще маленькие довольно, и мы вот там бегаем, прыгаем, эти картины можем поспевать. Если в столовой еще более-менее нормально, что они висят, там никто не бегает, то на четвертом этаже, правда, там их вешать небезопасно, по моему мнению. Ну, мы можем их приклеить к стене, а вот у столовой, кстати, на прошлой неделе разбилась картина, поэтому там тоже много чего происходит. Ну, картины приклеить, а как мы будем менять выставки? Не оттирать же мы будем эти картины вместе со стеной, скоро у нас так стены не останется. Можно приклеить специальную доску. Да, но с доски тоже могут сбить. Ну, тогда нам нужно будет регулировать то, как ведут себя ребята на переменах, хотя я сильно не замечала. то есть возьмем дежурок каких-то. То есть возьмем дежурок учителя, у нас дежурок учителя, каждую перемену, у нас все с этим строго. Все, спасибо большое, ребят. Миша заедет в этот урок стал совестью школы, буквально так. Ребят, я что хотел сказать каждому из вас, у нас вчера была консультация по проведению дебат, я хотел бы, чтобы мы сейчас бурными аплодисментами поддержали всех ребят за ту интеллигентность, с которой они друг с другом общались. Они показали идеальный вариант проведения дебатов. Не перебивали, задавали тактичные уточняющие вопросы. Каждый из вас просто умный. Все, аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и как я говорил вам вчера и сейчас озвучу всем нашим избирателям в том числе, сегодня победители дебат фактически нет. Победители уже каждый из вас по факту нахождения в школьном парламенте. А уже завтра на выборах нашим избирателям предстоит сделать свой выбор. И для подведения итогов хочу дать слово директору Ислану Валентинову. Дорогие наши кандидаты, ну и все, все избиратели. Во-первых, я хотела бы благодарить всех вас за то, что вы так активно, так самоотверженно, так серьезно вовлечены вот в этот деловой проект нашей лингвистической школы. Потому что то, что мы с вами сейчас вот зашли вот на этот этап, этап развития школ. Ведь школа развивается только в каких-то именно проектах, как мы сейчас это говорим, проекты различные. И вот сейчас мы с вами все увидели то, насколько вы готовы развивать нашу школу, насколько вы готовы ее улучшать, насколько вы серьезно к этому подошли. И за это я вам очень признательна, потому что с самого начала, вот как только поступило это предложение создать школьный парламент, и на сегодняшний день он уже создан, и осталось совсем чуть-чуть, буквально там меньше суток уже, когда мы все узнаем, кто же станет во главе школьного парламента, вот за этот период действительно очень многое уже изменилось. Может быть, вы еще не совсем замечаете, но я знаю это точно, и поэтому я об этом говорю. И правильно сейчас заметил Артем Владимирович, что то, как сейчас мы провели дебаты, то, насколько был высоким интерес и насколько вы деликатно и интеллигентно действительно обращались к нашим кандидатам, то, как вы общались друг с другом, я думаю, что вот это вот все стоит, наверное, даже познакомить с этой работой наших депутатов Российской Федерации, правительства и так далее, потому что это будет очень хорошим уроком. Я думаю, что если нашу ссылочку потом заглянут и откроют представители, то я думаю, что они будут приятно удивлены и есть чему в общем-то поучиться. Спасибо вам огромное за это и я верю в то, что мы с вами очень многое можем сделать на благо нашей любимой лингвистической школы. Ну и напоследок хочу сказать спасибо еще вам за то, что вы не забываете и знаете, что такое сотрубничество. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что только при этом условии возможно сделать очень многое. И только при этом условии возможно действительно изменить все учебу. Не только нашу учебу. Ну, я желаю вам успехов, победы в выборах. Не важно, кто победит, самое главное, что вы готовы к сотрудничеству. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Светлана Легензина. Наше мероприятие подходит к концу. Я попрошу остаться по одному представителю от класса. Классный руководитель проконтролируйте. Сейчас корреспондент нашего радио Лэши Фэм возьмет у вас интервью. А приглашаю кандидатов на сцену для общей фотографии. Все, всем спасибо большое. Завтра приходите на субтитры.